Добрый день! В эфире наш традиционный ежемесячный обзор по курсам доллара и рубля и по тем кризисным явлениям в экономике, которые могут стать причиной проблем. Вообще июль в этом плане выдался достаточно бурным и хотя курсы не особенно изменились, но на самом деле за этим неизменением стояли достаточно бурные, достаточно значимые события. По рублю это прежде всего колебания котировок нефти, то есть прогулки туда-сюда, такой зубцами ходил график нефти. Это конечно же ОПЕК, который сначала давал паузы в своих договоренностях, но все-таки сумел договориться. И последнее, что повлияло на рубль, это недавнее повышение ключевой ставки Банка России до 6,5%. То есть сразу на процентный пункт. Честно говоря, я ожидал полпроцента. По этому поводу председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на мой взгляд, вот достаточно четко прокомментировал, что да, решение Банка России существенно повысить ключевую ставку вполне понятно, но понятно прежде всего вот с учетом желания сохранить стабильность курса рубля и инфляционных рисков, поскольку инфляция, даже та очень респектабельная официальная инфляция, которую у нас традиционно констатируют, все-таки растет по темпу. На инфляции у Банка России определенный пунктик, мы это знаем. Все-таки мне кажется, что основной причиной вот такого серьезного повышения было желание сохранить стабильный курс рубля. Но вернемся к комментарию Аксакова. Он отмечает, что очевидно, что повышение ключевой ставки приведет к увеличению процентных ставок по кредитам, снизит доступность, как всегда, финансовых ресурсов для российского бизнеса. И таким образом это негативно все-таки сказывается на потенциальном развитии экономики, хотя господин Аксаков видит меры, которые могли бы компенсировать этот негатив. Аксаков высказал надежду, что в будущем денежно-кредитная политика и экономическая ситуация в стране позволят обойтись без дальнейшего повышения ключевой ставки. А в случае, если инфляция снизится по темпам, вернуться к варианту ее снижения. Но мне кажется, что все-таки без дальнейшего повышения обойтись будет невозможно. И один вопрос возникает, несмотря на понимание политики Банка России. В задачке спрашивается, собственно, простая вещь. Зачем понижение ключевой ставки на столь короткий срок, который мы наблюдали. Вот за это время поджижение ключевой ставки, конечно, сказывается так косметически на снижении стоимости финансовых ресурсов в стране, но не создает, конечно, возможность отладить сколь-либо недорогие финансовые ресурсы в бизнесе, в экономике, в производстве. И более того, скакание ставки делает, в общем, как всегда, среднесрочное и долгосрочное какое-то планирование, инвестирование практически, если невозможно, то весьма затруднительно. Так что, возможно, не стоило и снижать, и есть ощущение, что это было сделано в таких пропагандистских целях. Но вернемся к нашей теме. Так или иначе, наш прогноз по курсу рубля на июль сбылся. Рубль достаточно долго в июле шел выше уровня нашего прогноза, но как раз-таки повышение ключевой ставки Банка России вернуло его в тот диапазон, который мы и предсказывали. И одновременно сбывается из перечисленных нами в июне прогнозов различных российских аналитиков, пока сбывается прогноз аналитика Финам Ольги Беленькой, которая сказала, что летом рубль может консолидироваться и до конца лета находиться в диапазоне между 71 и 74 рублями за доллар. Я полагаю, что в последнее третье лето прогноз Ольги Беленькой будет также сбываться. Напомним, кстати, что обобщенный прогноз российских экономистов звучал на июль так. И если обобщать прогнозы российских экономистов, то, в общем, звучит предположение, такое самое распространенное, о том, что курс рубля будет двигаться в диапазоне 69-71 рублей за доллар. Таким образом, обобщенный прогноз на июль был 69-71 рублей за доллар. И он тогда нам еще показался слишком оптимистичным. Единственным исключением был прогноз Сбербанка, который называл 72 с половиной рублей за доллар, а мой прогноз был еще более сдержанным и звучал он так. Лично мой прогноз, наверное, еще чуть прохладнее, чем у Сбербанка. Мне кажется, что некоторые негативные факторы все-таки сработают, несмотря на позитив, что байдономика сработает и индекс доллара укрепится. И таким образом курс рубля консолидируется в июле в районе около 73 рублей за доллар. Ну, там, с ходом плюс-минус 50-60 копеек. И, кстати, следует отметить, что даже самый пессимистичный мой прогноз вполне реально мог оказаться слишком оптимистичным, если бы как раз не повышение ставки не на полпроцентного пункта, а сразу на процентный пункт. Что касается моего прогноза по курсу рубля на август, то мне кажется, что рубль будет прогуливаться около уровней 74 рубля за доллар. Но в определенный момент может несколько снизиться. Однако ничего выдающегося в этом плане мы, конечно же, в августе не увидим. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. В любое время из любой точки мира можно вложить средства в стратегии доверительного управления на базе индивидуального инвестиционного счета. Сделать это можно всего в несколько кликов через мобильное приложение PSB и в личном кабинете на сайте управляющей компании «Промсвязь». С помощью онлайн-сервисов компании «Промсвязь» вы можете отслеживать состояние вашего портфеля в удобное для вас время, где бы вы ни находились. Существуют две стратегии под ваши потребности, доходность которых потенциально обгоняет ставки по депозиту. Стратегия «Консервативная» подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска. Стратегия «Перспективная» рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно-агрессивном уровне риска. Стратегии подходят и для начинающих инвесторов, а использование ИИС позволяет увеличить свою выгоду за счет налоговых стимулов от государства. Вам понадобится меньше минуты, чтобы оформить покупку ИИС с доверительным управлением через мобильное приложение PSB Mobile. Открываем мобильное приложение PSB, переходим в раздел «Инвестиции», а затем «Индивидуальные инвестиционные счета». Попадаем на витрину ИИС ДУ. Выбираем стратегию, нажимаем «Оформить». Выбираем счет списания и вводим сумму покупки. Подтверждаем операцию кодом из PUSH или SMS. Ссылка на сервис в описании под этим видео. По-прежнему звучит очень много информационного оптимизма по поводу курса рубля. Традиционное сообщение, оно уже в общем набило оскомину многим, что рубль, согласно очередной раз опубликованному журналом Economist индексу Бигмага, опять является одной из самых недооцененных валют в мире. Поскольку в США Бигмаг стоит 5 долларов 65 центов, около 420 рублей, а в России 2,27 доллара, то по индексу Бигмага получается, что справедливый курс российской валюты должен составлять 29 рублей 90 копеек за доллар. То есть рубль недооценен на почти 60%. Но давайте признаемся себе, что вот постоянное ежегодное сравнение курса рубля по индексу Бигмага это даже не ложка меда в бочке дегтя, а скорее призрак ложки меда, поскольку к реальной в общем ситуации индекс Бигмага отношения в России никогда иметь не будет. Продолжая тему рублевого оптимизма, руководитель департамента корпоративных финансов финансов университета при правительстве России Константин Ордов сказал в эфире Радио 1, что опять же справедливый курс рубля находится в диапазоне от 60 до 65 рублей за доллар. То есть Ордов куда более суров к рублю, чем Бигмаг, но куда более мягок и доброжелательно к рублю, чем большинство аналитиков. А вообще, к сожалению, все эти поиски так называемого справедливого курса рубля мне лично напоминают старую юмореску, если не ошибаюсь, Геннадия Хазанова. Есть-то он, есть-то кто же ему даст. Но, несомненно, что решение Банка России о таком существенном повышении ключевой ставки поддержит рубль, и инерция этой поддержки наверняка сохранится и в августе 2021 года. Любопытно, что аналитики в связи с этим решением Банка России полагают, что все-таки рубль может пойти в сторону 72 рубля за доллар, но мне лично в это не верится. А вот аналитики Райфайзенбанка, как и я, видят курс в районе 74 рублей за доллар. Впрочем, точность любого прогноза, как всегда, проверит время, тем более, что времени на этот прогноз нужно немного всего лишь один месяц. Теперь о долларе. Я с начала года говорил об индексе доллара, о том, что это сегодня становится очень важным индикатором, в том числе и для инвесторов, и о том, что если индекс выправится и уйдет на позиции выше 92, то это, конечно, будет означать определенное охлаждение фондового рынка, зато появится основа для более здорового роста. Впрочем, если оторваться от чисто инвестиционных интересов, то, говоря о курсе доллара, мой прогноз на июль звучал так. Так или иначе, мой прогноз по индексу доллара – движение в районе 92 с возможной тенденцией к повышению, если бы экономика все-таки будет иметь шансы на успех. Повышение индекса доллара мы, собственно, и увидели. Индекс за июль от уровня 92 пункта дошел до уровня 92,9. Риски инфляции в Соединенных Штатах снизились, и ФРС, на мой взгляд, показал весьма высокую дееспособность с точки зрения все-таки управления курсом доллара, ростом фондового рынка и инфляционными процессами, которые, конечно, все-таки остаются источником рисков. Сработало, наверное, в определенном смысле на курс доллара, хотя и косвенно, разумеется, то, что идея корпоративного налога, выдвинутая от Джанет Йеллен, была сначала поддержана хоть несколько невнятно и в общих выражениях на встрече большой двадцатки, но затем, по сути, принято на вооружение 130 странами мира. Поэтому по доллару перспективы, на мой взгляд, весьма оптимистичны, и мой новый прогноз на август – это укрепление индекса доллара на уровнях выше 93, и я предполагаю, что вполне возможен скачок и до 94, что, кстати, вызовет очередную коррекцию на фондовом рынке, которая, конечно же, в очередной раз будет принята за начало обвала. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Проблема взыскания долгов стала одной из самых острых проблем кредитного рынка в России. Заемщики жалуются на некорректную работу взыскателей, психологическое давление и постоянный прессинг. Многие должники не знают свои права, которые определены федеральным законом номер 230 ФЗ. Согласно требованиям закона, коллекторы могут звонить должникам не чаще двух раз в неделю, отправлять не более четырех сообщений, встречаться лично не более одного раза в неделю, не пытаться выйти на связь в неурочное время, не имеют права оказывать психологическое давление или сообщать о вашем долге третьим лицам. Если вы считаете, что коллекторы работают с вами некорректно, если от вас требуют долг, которого нет, если вам нужна консультация по проблемам долга, обращайтесь в специальный сервис «Добро пожаловаться». Это удобная возможность отправить жалобу на работу коллекторов или получить профессиональную консультацию. Сервис бесплатный для всех обратившихся. Жалобы рассматривает контрольный комитет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Ссылка на сервис «Добро пожаловаться» в описании под этим видео. И если говорить о других потенциальных триггерах кризиса, почему других, потому что один все-таки назван, это, конечно же, продолжающаяся инфляционная проблема в Соединенных Штатах, то одним из основных триггеров остается, конечно же, коронавирусная пандемия. На сегодня в мире 54 миллиона инфицированных, более 37 миллионов вылечилось, более 1 миллиона 300 тысяч, к сожалению, погибли. Напомню, что испанский грипп, с которым очень часто сравнивают коронавирус, за три года заболели им более 550 миллионов человек, а вот число умерших оценивают по-разному, от 17 и до 100 миллионов человек. Так что пока, к счастью, и надеюсь, это не случится, эти пандемии все же не сопоставимы. В настоящий момент точками проблем являются Соединенные Штаты, где более 35 миллионов инфицированных, Индия более 31 миллиона, Бразилия почти 20 миллионов, во Франции и России более 6 миллионов, в Британии и Турции более 5,5 миллионов. От 2 до 5 миллионов инфицированных сегодня в Аргентине, Перу, Колумбии, Мексике, ЮАР, Испании, Италии, Германии, Польше, Украине, Иране и Индонезии. От 1 до 2 миллионов в Чили, Канаде, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Чехии, Румынии, Ираке, Пакистане, Бангладеше и на Филиппинах. И тут я вынужден, к сожалению, согласиться с такими официозными пропагандистами, которые начали спекулировать на тему, что поддержи российский рубль, вакцинируйся. Действительно, темпы вакцинации так или иначе во всем мире считываются экономикой. И сегодня открыт сервис Яндекса, который дает представление о том, как выглядят вакцинации по всему миру. Рекордсменами около 80% населения, которое вакцинировалось, являются сегодня Мальта, Исландия и Бахрейн. В США около половины населения. В странах Европейского Союза от 40 до 60%. В Бразилии 18%, в Китае 16%, в России 15%, в Украине 4%, в Иране 3%. И антирекорд по вакцинации ставят сегодня Гаити и Уганда около 0%. Так или иначе, но тема очередного штамма и, соответственно, очередной потенциальной волны коронавируса очень существенно ударила по авиаперевозкам. И на эту тему фондовый рынок уже отреагировал снижением котировок акций авиакомпаний. По-прежнему сохраняется проблемная зона Китай. Имеется в виду как состояние китайской экономики и то резкое вдруг ужесточение вмешательства ЦК Компартии Китая в жизнь своих гигантов. Так и пока еще невнятность переговоров между Пекином и Вашингтоном. Инфляция в США, я уже сказал, и подспудно на самом деле, наверное, это все-таки главный триггер возможных кризисных проблем. Ну и наиболее популярным называют перегретость фондового рынка, хотя, на мой взгляд, вот как раз-таки этого риска пока еще не существует. Так или иначе, но есть ощущение, что мировая экономика уже не в одном шаге от потенциального спотыкания и падения, а как минимум в трех шагах. Очень многое будет зависеть, конечно же, от ситуации с пандемией коронавируса и от действий ФРС США в самое ближайшее время. Пока все, что происходит, внушает то, что принято называть осторожным оптимизмом. Наверное, на сегодня все. Ждем августа, смотрим, что происходит с рублем, долларом и мировой экономикой в целом в этом традиционно рискованном месяце. И выходим на осень, которая, наверное, должна расставить точки над «и» как в экономических, так и в коронавирусных вопросах. До новых встреч! Что нужно успешному инвестору? Основные тренды и сценарии фондового рынка. Итоги лета и планы на конец 2021 года. Будет ли осень переломным моментом? Возможные потрясения, коррекции и обвалы на биржах. Интересные направления и эмитенты. Зоны особого внимания. На что обратить внимание частному инвестору осенью 2021? Результаты инвестиционных идей и решений, озвученных на прошлых стримах. Новые решения для инвестиций. Прогнозы курса рубля, доллара, золота, нефти и биржевых индексов. В прямом эфире на Финверсия ТВ. Инвестстрим. Яна Арта. Задавайте свои вопросы и инвестируйте. 2 августа в 17.00 по Москве на Финверсия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова